На выставке ненотов я обычно даю им название и вспоминаю или стараюсь понять, с какими событиями их мог связать автор. Например, глядя на этот ненот, хочется сказать спасибо дайверам, которые хоть немного стараются очистить море от пластикового мусора. А этот призывает останавливать разного рода буллинг. Вот вместо психолога помощь девушке через чат оказывает робот, но знает ли она, что этот специалист не человек? Здесь о том, что старикам сложно обращаться с банкоматами и онлайн-сервисами. И два года назад 78-летний врач на пенсии Карлос Санхуан организовал компанию под лозунгом «Я старый, но не идиот», чтобы банки обратили внимание на эту проблему. Вот сеньора на фоне конского ценника на оливковое масло задумалась, как бы так пройти кассу без оплаты. А вот о свободе прессы. На клавиатуре надписи «Запрет информации» удалено. Новости способствуют социальной напряженности. Это карикатура на бывшего президента Испанской Федерации Футбола Луиза Рубалеса. Слышали об истории с поцелуем в губы футболистской сборной Испании после победы в матче с Англией? Это мэр Валенсии Мария Хосе Катала. Супервумен. Это известные политики. В каких только позах они тут не представлены. Современный Испанский Дед. А это стенды с детскими ненотами. Много пасхальных ненотов. Мона Лиза с ушками. Серия влюбленных парочек. Мастерская художника. Классный котяра. Мыши воруют цифры. А вот тема ремесла. Мальчик мечтает стать кондитером и поступил учиться этому ремеслу. Не смогла пройти мимо зайца с умными глазами. А вот милая картинка. Девочка украсила комнату, накрыла стол, приготовила гитару. Зайка и яйки. Бурундук с гармошкой. А вот эта фигура меня не знаю даже чем зацепила, но я пересматриваю ее уже раз в 20-й, наверное. Вот юные художники вспомнили про Лопа де Вега. Снова тема ремесла. Очень динамичный ненот. А вообще на выставке очень много ненотов с семейными сценами. Сразу видно, какие ценности преобладают в обществе. Ой, я нашла котика удачи. А это сцена из баталии цветов. Она каждый год летом проходит в Валенсии во время летнего июльского фестиваля. Дети расстроены из-за крючка, запутанного в сети. А вот детские впечатления от книг о Гарри Поттере. Ненот, который посвящен автору детской литературы Глории Фуэртес. А вот Леонардо да Винчи написал Мону Лизу в стиле аниме. Да и сам он тоже в том же стиле. Ой, ну это гениально. Какие эмоции на лицах. И здесь на кошку посмотрите. А вот бременские музыканты в современной обстановке. А этот Ненот танцы в валенсийских традиционных нарядах на площади, на такой, какая есть в каждом городочке и деревеньке Испании. И тут и ангелы, и голуби, и даже котик на древних развалинах. И снова милые сцены семейной идиллии в детском понимании. А это уже опять взрослые Неноты. Мальчик у телескопа в поисках инопланетной жизни. И рядом с ним в кадре тоже пара забавных фигур. А этот Пиноккио мне прям очень сильно понравился. А у Мишки лицо какое, и сердце кровью обливается у бедного. А Клеопатра какая, царица с эмоцией в глазах. Ну вот это мне близко, онлайн покупки обожаю. А вот современная русалочка. А это опять про меня, когда все соцсети проверю. А вот классный Ненот про традиции. На фоне премий за Неноты, полученные дедушкой, сидят они и с внуком. Апельсины валенсийские. А это лайки за фото с курорта. О, а теперь я поняла, к чему был Титаник на параде Ненотов. Это о сохранении валенсийского языка. Вот огромный отец семейства в центре Ненота умиляется своему малышу. А это уличный брейк-данс. Очень классно сделаны фигуры. Здесь фантазии художника. А это антивоенный Ненот с отсылкой к баталии цветов. Но к ужасу, не цветами сейчас стреляют в войнах. А этот Ненот, наверное, претендент на победу. Хотя мы отдали свои глаза за помилование Ненота с уличным танцем. Очень трогательная сцена в Арчатырии. Дедушка пьет арчату с фортонами, а внучка горячий шоколад с круассанами. И эмоции на лицах очень теплые. А это, видимо, тележка с Арчатой, только сцена из прошлого века, судя по одежде. А вот как бы невозмутимая женская маска, за которой скрывается совсем не та, а за кого себя выдает. И семейное веселье трех поколений. И внизу грустный маленький Бэтмен, который, видимо, по-другому представлял себе веселье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!